В Законодательном собрании Ульяновской области состоялось внеочередное заседание. Депутаты рассмотрели 20 вопросов. В числе главных – отчет полиции за 2022 год, а также внесение изменений в областной бюджет. Парламентарии заслушали и приняли отчет о работе ульяновских полицейских за 2022 год. В регионе за 12 месяцев на 1% снизилась преступность. При этом увеличилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. Сократилось количество неразкатых преступлений. При этом в регионе наблюдаются и негативные тенденции. Так, при общем снижении количества дорожных травмных происшествий на наших дорогах, при общем снижении лиц пострадавших, мы наблюдаем рост погибших. И рост это значительный. А это судьба людей. И для нас это большой тревожный звонок. Мы обязаны в этом году принять кардинальные меры по безопасности дорожного движения. Народные избранники почти единогласно в двух чтениях проголосовали за внесение изменений в закон Ульяновской области об областном бюджете. Благодаря новым поступлениям в бюджет Ульяновской области общий объем доходов региона составит более 85 миллиардов рублей. Расходов более 92 миллиардов рублей. В целом доходная часть областного бюджета в 2023 году увеличивается на 4 миллиарда 13 миллионов рублей. Отмечу, что все направления расходования средств обсуждались в тесной работе с депутатским корпусом. Соответственно результаты работы они представлены на слайде. Министерство жилищно-коммунального хозяйства направляется в 2023 году 1 миллиард 5 миллионов рублей. Это предоставление субсидиям организации жилищно-коммунального комплекса, связанных с поголшением долгов по природному газу 150 миллионов рублей. 100 миллионов потратят на оздоровление Волги. На сферу здравоохранения отправят 622 миллиона рублей. 250 миллионов уйдет на восстановление прав обманутых дольщиков. Дополнительно профинансируют покупку жилья для детей-сирот. На эти цели направят почти 150 миллионов рублей. В целом сумма по этому году будет составляться с учетом этих средств 400 миллионов рублей, что позволит приобрести порядка 170 квартир. Безусловно депутатов интересует не только количество, но и качество предоставляемого жилья, потому что в последнее время мы видим участившиеся жалобы от детей-сирот. В связи с этим профильным министерством разработаны новые правила, технические задания, которые предусматривают ряд изменений. В том числе предоставляемое жилье сиротам должно обслуживаться управляющей компанией и многое другое. Часть средств будет направлена на строительство и ремонт крупных социальных учреждений в сфере образования и здравоохранения. На заседании профильного комитета рассмотрели изменения государственной программы. Наверное, самое крупное – это будет строительство лицея пансионата в рабочем поселке Новоспасской на 800 мест, в том числе и на 100 стационарных, можно сказать, с пансионатом. Там же также будет обеспечено строительство спортивных сооружений и тепличного комплекса, где непосредственные ученики будут трудиться. Пансионат планируют построить в 2024 году. Он позволит школьникам из отдаленных сел получать качественное образование и не тратить время на дорогу до школы. Дополнительные средства направят на строительство детской инфекционной больницы на улице Оренбургской. Также предусмотрели средства на восстановление санатория-профилактория УАЗ. Участники СВО и члены их семей, ветераны и инвалиды смогут поправить там свое здоровье. По итогам голосования большинство депутатов проголосовали за внесение изменений в закон Ульяновской области об областном бюджете. Изменения приняты в двух чтениях.